Телеканал НСИГНАТОЧКИ сзади находящиеся в вертолете, когда он уже тонул, и оперативная реакция инспекторов заповедника. Без видимости они не видели вертолет, по звуку сориентировались и за 3-4 минуты буквально смогли на лодке подойти и из ледяной воды, которую сейчас температура 5-6 градусов, достали вот эти 8 человек, которые в итоге вышли. Два человека из них, это члены команды, второй пилот и бортмеханик в достаточно тяжелом состоянии, с травмами доставлены в Краевую больницу, им оказывается вся необходимая помощь, и врачи не опасаются за их жизнь. В ситуации остальных удовлетворительной, медицинская помощь не требуется, скорее требуется психологическая поддержка, психологическая оперативная. Слабо с ней, астоп. Летевший этим же рейсом экономический обозреватель в телеканал РС-24 Михаил Корженевский рассказал, что произошло в момент Чупальни. Мы летели на озеро Бельское, и его будут плотные тысячи. Соответственно, я почувствовал, что вертолёт начинает снижаться. А за гнутом мотором тоже не потеряли, чего бы что, конечно, ну, так, как говорим, стревожим. Да, ну, в общем, мы действительно точно потеряли приличную высоту, и я не привыкнула с собой. Слабый сигнал в сети. Что вы уже, честно говоря, всего, чего только мы рассказали. Но вертолёт, мы все контролируем, только сгединим. И, поднимите, я завтра увидел воздух, упая, наверное, в трёх метрах от себя, заборкован с эрмиматором, и буквально сразу же отдался удар. Даже там секунд двух не прошло. Каким-то образом я понял, что происходит. Быстро на сигнал применим безопасности, поглядим воздуха и через грузопатия. Я удалось покинуть служба. Вертолёт компания «Ветесь Айренд», в которой находили 16 человек, в том числе 13 пассажиров. Симу из озера в Крамовском заповеднике спаслись 8 человек. Сын, а командир, воздушный, особенно семей пассажиров, в том числе ребёнка пока неизвестно. Четверо пострадавших находятся в краевой больнице, двое из них в реанимации. По предварителям данной причины, и четыре у нас тратя шутка экипажа, такого традиционного туристов настройка «Зеркута» и телят место, где нужно встретить самое большое на Камчатке количество медведей, которые охотятся на ласусе. 21 1903 года в случае о коронавирусе выявили в России за сутки, сообщили лаборатору, что обечество бежево возрастало на 808 до максимума с начала пандемии. Выздоровели 20 195 человек. В Москве за сутки зафиксировали 2294 года, случай инфицирования это на 10% больше, чем у ранее. За сутки коронавирус привел к смерти 56 человек.